Сегодня приветствовать на нашем вебинаре. У нас сегодня достаточно интересная тема. Это оперативный контроль движения груза и материальных ценностей на всех этапах мультимодальных перевозок. Со стороны компании Axelot сегодня уступают два спикера. Меня зовут Дмитрий Назаров, я являюсь менеджером по работе с клиентами. И мой коллега Денис Молчанов, консультант направления транспортной логистики. Немного о плане нашего сегодняшнего мероприятия. В самом начале я кратко расскажу о нашей компании, о нашем опыте. И далее передам слово уже Денису. Денис более детально раскроет тему и расскажет про функционал нашей системы Axelot MX-4 в разрезе мультимодальных перевозок. Итак, коллеги, приступим. О компании Axelot. На IT-рынке мы известны уже с 1998 года. Наше основное направление – это оптимизация и автоматизация процессов как складской, так и транспортной логистики. И на сегодняшний день нами уже было автоматизировано более 20 тысяч рабочих мест. Да, мы в первую очередь являемся разработчиками, но также мы оказываем услуги логистического консалтинга по оптимизации процессов как транспортной логистики, так и складской логистики. Что касается наших разработанных решений, то на сегодняшний день мы выпустили уже 5 поколений из системы класса ВМС. Хотелось бы отметить, что более 9 лет мы являемся уже лидерами этого рынка направления ВМС по объему продаж и количеству реализованных проектов. Что касается автоматизации транспортной логистики и системы ВМС, то нами было выпущено уже 4 поколения системы на сегодняшний день. Что касается вообще нашего продукта Axelot ВМС-X4, то хотелось бы отметить, что на российском рынке это единственная система, которая в комплексе позволяет решать абсолютно любые задачи транспортных подразделений. И в первую очередь хотелось бы отметить, что система, она параметрическая, написана полностью на платформе 1С и состоит из нескольких основных модулей. Первый – это модуль управления перевозками. Он как раз-таки предназначен для автоматизации операций планирования перевозок, формирования рейсов доставки, подбор транспортных средств на эти рейсы, проведение тендеров и контроль доставки отчетных документов. Далее у нас идет блок по управлению автотранспортом. Который позволяет решать, ну, скажем так, уже весь комплекс задач по учету как собственного, так и наемного автопарка. И третий блок – это блок контроля, который у нас реализован при помощи Android-клиента, мобильного приложения для водителей и системы мониторинга. Итогом работы всей системы – это аккумулирование всех данных по работе, соответственно, транспортного подразделения. Это консолидация затрат в едином контуре и по принципу накопления информации и системы помогают принимать какие-то управленческие решения. Подходя ближе к теме нашего мероприятия, ну, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день все чаще при транспортировке груза прибегают к мультимодальным схемам перевозок. Именно данный вид перевозок предполагает комплексный подход к организации и координации доставки груза, так как подразумевает под собой использование нескольких видов транспорта. То есть это, например, использование ЖД, авиа и авто. Так это может быть и доставка одним типом транспорта, но с использованием уже нескольких плеч доставки. Простой пример. Доставка может осуществляться одной большой фурой до распределительного центра и далее уже перегружаться на малотоннажный транспорт. В свою очередь транспортные подразделения при работе с мультимодальными схемами сталкиваются с некоторыми трудностями. Представление вообще таких маршрутов и использование нескольких видов транспорта. Например, из-за неправильно составленного маршрута товар может быть не вовремя доставлен в аэропорт или морской порт. Из-за этого придется договариваться о другом рейсе или ждать другое судно. Такие просчеты увеличивают срок доставки груза, а это приведет в конечном счете к потере просто прибыли компании. И второй очень важный момент при мультимодальных перевозках – это правильное составление документов. Если они будут неверно оформлены, то могут возникнуть проблемы от штрафа вплоть до ареста товара, до ареста груза. Также необходимо осуществлять и страхование груза, и помимо этого появляются сложности в мультивалютных взаиморасчетах и условиях доставки по Европе. При этом также компаниям необходимо на постоянной основе отслеживать состояние груза и контролировать процесс его доставки, отслеживать его фактическое местоположение. Появляются сложности с возвратом документов по каждому плечу доставки. И как итог, компаниям необходимо управлять всеми затратами на перевозку по каждому плечу, так и по всему маршруту в целом. Не имея для этого специализированный инструментарий, достаточно сложно приходится компаниям по учету мультимодальных перевозок. Коллеги, если говорить о нашем опыте вообще в автоматизации транспортной логистики, то за все годы существования нашей компании мы уже реализовали более сотни проектов в этом направлении. Здесь вот на этом слайде хотелось бы отметить некоторых клиентов, кому мы настраивали именно мультимодальные схемы перевозок. То есть здесь у нас присутствует и компания BioCard, это международная транспортная компания полного цикла, это 3PL-оператор. Они работают в сфере здравоохранения и клинических исследований. У компании 25 собственных машин и до 30 наемных. То есть помимо автоматизации мультимодальных перевозок мы автоматизировали еще и внутригородскую доставку и настроили учет автопарка. Это компания Corex, тоже компания полного цикла по снабжению и логистике клинических исследований. Они работают на территории стран СНГ и Восточной Европы. Используются так же, как собственный автопарк, так и наемный. Также можно выделить группу компаний Negaciant Standard. Это один из крупнейших дистрибьюторских компаний Дальневосточного региона. И тоже помимо мультимодальной схемы перевозок мы автоматизировали и внутригородскую доставку. Количество заявок у компаний, адресов, это где-то до полутора тысяч ежедневно. Плюс есть собственный автопарк в районе 50 машин и также привлекается наемный автопарк. Более подробно по каждому проекту можно посмотреть всю необходимую информацию на нашем сайте. Ну, а теперь более детально давайте рассмотрим функционал нашей системы Axelot MSX4. И я передаю слово своему коллеге Денису, Молчанову. Денис, вам слово. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Молчанов Денис. Сегодня проведу для вас вебинар на тему оперативный контроль движения груза и материальных ценностей на всех этапах мультимодальной перевозки. Итак, коллеги, начнем. Рассмотрим данный вебинар на примере сквозного процесса с момента возникновения потребности в перевозке до подведения финансового результата. Задача в перевозке, которую необходимо учесть, а также зафиксировать критерии и требования к ее исполнению, изначально может возникать на стороне внешней системы в виде различных документов. Например, заказ клиента, заказ поставщику, либо заявка на перемещение. При создании первичных документов ответственный пользователь может не знать все тонкости предстоящего исполнения заявки. Способ выполнения данной перевозки будет определяться специализированным отраслевым решением на стороне ТМС. Таким решением выступает как раз ТМС Axelot X4. Для обмена данными с внешней системой может быть настроен интеграционный обмен с ТМС системой. Тогда на основе внешнего иницирующего документа будет создан документ заявки на перевозку груза на стороне ТМС, который описывает именно характеристики и критерии выполнения потребностей в предстоящей доставке. В случае отсутствия возможности интеграционного обмена данными с ТМС системой, заявка на перевозку груза может создаваться вручную или с помощью типового решения по массовой загрузке заявок из файла формати.xl или с помощью копирования данных в табличную форму обработки, которая приведена как раз на слайде. Вне зависимости от способа получения данных для доставки на стороне ТМС, получаем документ заявки на перевозку груза. На приведенном слайде представлен пример формы документа «Заявка на перевозку груза». Заявка предназначена для первичного учета данных по перевозке. И как вы видите, коллеги, в документе указаны только адреса отправления и получения груза, что я вам сейчас как раз продемонстрирую на текущем слайде, где у нас указаны только данные по отправлению и получению, а данные по всем адресам мультимодальной схемы нам еще неизвестно. Что происходит дальше? При выполнении анализа заявки на перевозку груза диспетчер может принять решение о выполнении ее по унимодальной схеме доставки. В этом случае задача решается относительно просто. Но в некоторых случаях могут потребоваться более сложные решения для выполнения доставки. Например, если на все плечо перевозки отсутствует единый перевозчик или отсутствует возможность использовать единый вид транспорта на протяжении всего пути доставки. Либо поиск оптимального тарифа или скорости доставки приводит к поиску возможных комбинаций видов транспорта. Например, таких как комбинации ЖД, авиаводного или автомобильного транспорта. Вот именно такое решение приводит нас к необходимости работать с так называемыми мультимодальными схемами доставки. Работа с мультимодальными заявками накладывает на себя более высокие и сложные требования к их обработке, планированию и дальнейшему контролю исполнения. В частности, TMS Axelot X4 обладает всеми необходимыми инструментами, позволяющими работать не только с мультимодальными заявками, но и с мультимодальными. Сама специфика работы с мультимодальными заявками заключается в том, что при обработке заявки необходимо выполнить подбор мультимодальной схемы, чтобы были определены промежуточные точки и плечи между адресами погрузки и выгрузки. А в дальнейшем можно было бы выполнить планирование маршрутов на каждое плечо и выполнить предстоящий контроль. Сложность заключается в том, что диспетчеру приходится планировать сразу множество рейсов и выстроить из них согласующуюся цепочку. А используя при этом некие подручные ручные средства, такие как, например, Excel, сложность задач возрастает многократно, а прозрачность и корректность получения результата остается под вопросом. И перейдем непосредственно к мультимодальной схеме, то, как она выглядит в системе ТМС. Мультимодальная схема представляет из себя маршрут с указанием начальной, промежуточных и конечных точек грузовых операций. На каждое плечо устанавливается вид перевозки, в котором именно указывается способ его выполнения и тот вид используемого транспорта, который необходимо применить на конкретное плечо. В зависимости от требований, ответственное лицо за планирование может легко создать новую мультимодальную схему и подобрать ее для выполнения заявки. Дополнительно хочу отметить следующее, что в типовом решении ТМС Axelot X4 доступен вариант подбора двух мультимодальных схем с промежуточным транзитным складом. Применяется в том случае, если вторая мультимодальная схема зависит от даты выполнения первой. И поговорим о способах и критериях подбора мультимодальной схемы для обработки заявки. Подбор мультимодальной схемы может быть осуществлен в ручном или автоматическом режиме. При ручном подборе пользователь самостоятельно выбирает необходимую схему, но в целях автоматизации процесса обработки заявок может быть организован автоматический подбор, что значительно облегчает и ускоряет данный процесс. А критериями автоматического подбора мультимодальной схемы могут уступать географические зоны отправления и получения груза, приоритет заявки, а также в зависимости от типа груза. Также могут влиять в ЭГХ характеристики, требования к температурному режиму и требования к особому слою перевозок. Например, груз должен доставляться в определенных термобоксах. И если поговорить об оборотной таре, то есть наличие оборачиваемой тары для выполнения рейса ставит задачи по ее учету. Имеющийся инструмент Axelot TMS-X4 успешно решает задачи как по контролю полученной тары, причем можно процесс этот контролировать с учетом того, что адрес отличается от адреса получения самого груза. Также контролировать ее использование на протяжении всей цепи доставки, а также организовать возврат мультимодальной схемы для оборотной тары. Помимо учета различных критериев заявки на перевозку груза TMS, система позволяет учитывать необходимые дополнительные операции. Например, подъемный этаж, пересчет тарных мест и так далее. Дополнительные операции могут участвовать в тарификации стоимости оказыванных услуг. Для этого в дополнительных операциях, как вы видите на слайде, указывается статья доходов или расходов, по которой должна учитываться стоимость данной операции. Задача значительно усложняется, если необходимо учитывать различные дополнительные операции на каждом плече доставки. Но в TMS Axelot X4 их можно указывать в каждом задании отдельно и контролировать их исполнение в дальнейшем. Но как основываясь на шаблоне, мультимодальной схеме сформировать необходимую связанную цепочку задач на каждое плечо, которое должны быть выполнить перевозчики. В ручном варианте данная задача не имеет простого решения. TMS Axelot X4 позволяет автоматизировать этот процесс и сформировать конкретные задачи в виде цепочков документов задания на перевозку груза. Так как процессы компании постоянно меняются и адаптируются к изменяющейся внешней среде, требуется адаптировать информационные системы, поддерживающие данные процессы. В большинстве случаев для этого требуется привлечение разработчиков. Но для автоматизации определенных действий TMS Axelot X4 может позволить выполнить эти изменения без участия разработки. В частности, если использовать механизм типов событий, пользователь может автоматизировать процесс создания сразу всех заданий на перевозку груза по мультимодальной схеме. Также может автоматизировать создание регулярных рейсов на каждое плечо. Автоматизация может настраиваться, используя шаблоны событий и способов их обработки. А также для опытных пользователей доступен вариант написать свой алгоритм обработки исходного действия на встроенном языке 1С, что немаловажно, без внесения изменений в саму конфигурацию. Поговорим с вами, коллеги, о дальнейших шагах в рамках рассмотрения схвозного процесса. После того, как на всю цепочку доставки сформированы документы задания на перевозку груза, необходимо выполнить их планирование, в результате чего будет сформирован документ рейс. С помощью документа рейс будет выстраиваться дальнейший контроль его исполнения на каждом плече и также будет выстроено взаимодействие с водителем при условии использования мобильного клиента. В типовой версии Axelot TMSU X4 я выделю несколько основных вариантов для планирования рейса. Первый вариант – это у нас ручной вариант. В этом случае на основании каждого задания на перевозку груза по всей цепочке доставки создается документ рейс в ручном режиме с последующей его ручной обработкой. И немного другая у нас картина, если мы говорим с вами про периодические рейсы. И если исполнение рейса на каких-либо плечах мультимодальной схемы представляет из себя некое периодическое действие, например, регулярный авиарейс, тогда для управления созданием документа доступен механизм расписания периодических рейсов, которые как раз и позволяют задать все необходимые параметры периодического рейса. А ранее рассмотренный механизм автоматизации типа событий позволяет в автоматическом режиме создавать рейсы на все необходимые плечи мультимодальной перевозки с учетом планового начала и окончания рейса в рамках всей цепочки. На текущем слайде представлен типовой вариант расписания периодического рейса. И рассмотрим пример того, как задается сам график. То есть для задания графика периодических рейсов TMS XELOT X4 обладает гибким инструментом для его непосредственной настройки. На данном слайде приведен типовой вид формы именно редактора графика периодических рейсов, который нам позволяет задать на необходимый интервал, необходимую частоту возникновения данного рейса и указать то количество типов транспортных средств, которые нам необходимо будет использовать в рамках выполнения этого периодического рейса. И переходя к следующему варианту планирования, это третий способ, который позволяет спланировать рейсы на виртуальные или конкретные транспортные средства с использованием рабочего места планирования рейсов. С помощью использования данного рабочего места диспетчер может выполнить как ручное планирование, используя функцию drag and drop, перенося необходимые задания с левой табличной части, перетаскивая на необходимое транспортное средство в правую часть, либо по команде спланировать, есть возможность выполнить автоматическое планирование на всю схему при мультимодальной перевозке. И тем самым мы получим всю цепочку необходимых документов рейса. Что далее я хочу отметить? В результате планирования всех заданий по всем плечам мультимодальной перевозки мы получаем спланированную цепочку доставки в виде ряда связанных документов рейс и на следующем слайде я вам покажу сейчас именно вот эту всю цепочку. То есть у нас в верхней части находится основной документ, это заявка на перевозку груза. Далее мы с вами с помощью типов событий в автоматическом режиме после подбора мультимодальной схемы формируем задачи для перевозки, то есть у нас образуются целые цепочки этих заданий на перевозку груза. И далее после выполнения планирования одним из трех способов, про которые я говорил ранее, мы получаем с вами связанную цепочку рейсов, которая также отображена на данной структуре подчиненности документов. И далее, после того, как диспетчер выполнил формирование задач, в виде задания спланировал все необходимые рейсы, определился с маршрутами, убедился в их корректности, перед диспетчером встает задача именно по подбору исполнителей на спланированные рейсы. Этот процесс может проходить несколькими вариантами. В случае выполнения какого-либо плеча собственным транспортом, диспетчер может выполнить ручной подбор необходимого транспортного средства и указать водителя, например, непосредственно из документа рейс. На данном слайде приведена типовая форма документа рейса, где мы видим, присутствует возможность ручного выбора как непосредственно исполнителя, партнера, так и выбрать необходимое соглашение, указать тип транспортного средства, выбрать конкретное транспортное средство и на вкладке сотрудник выбрать необходимого водителя. Либо у нас присутствует второй вариант использовать рабочее место. Рабочее место назначения транспортных средств на рейсы позволяет диспетчеру получать следующую информацию. В верхней табличной части у нас отображается тот перечень рейсов, который подлежит именно процессу подбора транспортных средств, а в нижней части рейса диспетчер доступен тот список транспортных средств и перевозчиков, которые по определенным критериям, условиям могут быть назначены на конкретный рейс. И выполняя команду привязать к рейсу в нижней табличной части система назначает выбранные транспортные средства водителя, перевозчика на указанный рейс. И немного рассмотрим процесс более сложный. Если при наличии большого количества привлеченных внешних ресурсов TMS Axelot X4 позволяет работать с распределенным транспортным планом сразу на всех ключах мультимодальной доставки. С помощью этого распределенного мастер-плана мы можем выполнить автоматическое формирование заявок на транспортные средства по всем спланированным рейсам. Также очень удобный механизм то есть для тех рейсов для тех рейсов которые превосходят плановый объем привлеченных ресурсов есть возможность организовать тендеры и аукционы. А вот уже само взаимодействие с перевозчиками происходит с помощью портала для перевозчиков в котором партнер перевозчик сможет рассматривать заявки на транспортные средства полученные от вас информацию по предлагаемому рейсу давать подтверждение или отказы по заявкам принимать участие в ранее уже упомянутых тендерах и аукционах а также управлять своей нормативно-справочной информацией в части списочного состава своего автопарка и штата водителей. Использование мультимодальных схем повышает требования в части использования собственного автопарка. Типовые механизмы Arcelot MSX4 могут позволить в автоматическом режиме сформировать путевые листы. Само использование путевых листов на всех цепях поставок позволит выполнить учет как пробега каждого транспортного средства, учесть расход горюче-смазочных материалов, учесть стоимость амортизации и пробега агрегатов по собственным транспортным средствам, что и является прямыми расходами на каждое звено мультимодальной схемы доставки. Что можно еще отметить в плане удобства при использовании мультимодальных схем перевозок. На данном слайде приведена вам типовая форма типовая форма путевого листа, которая позволяет нам учитывать ранее, как отмечал, начальный пробег. И в следующей табличной части приведем пример того, как система может автоматически подтягивать начальный пробег из предыдущего путевого листа и далее уже при обработке диспетчер может рассчитать в автоматическом режиме, используя необходимые надбавки как нормативный расход, либо указать фактический и получить ту стоимость топлива, которая была выработана на конкретном рейсе. И отдельно проговорим о возможности интеграции с процессинговыми компаниями, которая позволяет автоматизировать учет выполненных заправок, а также выполнить корректировку стоимости топлива в зависимости от выбранного объема. Для этого процесса в ТМС реализована специальная обработка, которая как раз позволяет перенесением информации в табличную часть загрузки данных от топливных компаний, которая позволяет сопоставить загруженные данные с той нормативно-справочной информацией, которая уже ранее была введена в ТМС, и выполнить их загрузку. Данная информация может попадать сразу в необходимые путевые листы при обработке, то есть это облегчает те задачи, когда диспетчер массово обрабатывает путевые листы транспортных средств, которые вернулись из длительных рейсов, и когда диспетчер получает на руки большое количество топливных чеков, которые необходимо отразить обязательно в документе путевой лист для того, чтобы мы могли получить корректный конечный остаток по топливу при возвращении транспортного средства в гараж. Так, коллеги, и предлагаю рассмотреть следующий этап нашего сквозного процесса, это именно контроль исполнения рейсов мультимодальных перевозок. Что я здесь могу отметить? После того, как спланирована вся цепочка рейсов и подобраны все необходимые исполнители, субподрядчики, либо это назначены собственные транспортные средства собственные водители, и рейсы все переданы к исполнению, диспетчер в этом случае может переходить непосредственно к контролю исполнения цепочки рейсов. Контроль выполнения перевозки на каждом плече может выполняться как непосредственно с рабочего места контроль исполнения рейсов, либо с помощью мобильного клиента, о котором мы поговорим как раз далее. С помощью рабочего места контроля исполнения рейсов, форму которого вы сейчас видите на приведенном слайде, диспетчер может, основываясь на информации полученной именно от водителей или телеметрических систем в ручном режиме отражать факт прохождения точек по маршруту. При этом диспетчер верхней табличной части видит тот перечень рейсов, которые сейчас находятся на стадии исполнения и выбирая курсором необходимый рейс верхней табличной части, система ему отображает все точки, которые спланированы в конкретном маршруте и при выборе конкретной точки указав фактическое время прибытия, начало работ, убытия и какие были грузовые операции либо выполнены, либо отменены, всю эту информацию внести в это рабочее место для ее учета. Что хочу также коллеги еще дополнительно сказать. В случае возникновения событий, которые требуют изменения и корректировки мультимодальной схемы, TMS Axelot X4 обладает механизмами, которые позволяют выполнить корректировку схемы мультимодальной перевозки. Именно отменить невыполненные ранее созданные задания и рейсы, а взамен уже отмененного сформировать новые задания на перевозку груза и рейсы согласно внесенным корректировкам в мультимодальную схему. И какими механизмами диспетчер может выполнять контроль исполнения мультимодальных перевозок. А именно наличие системы гибких отчетов позволяет диспетчеру выполнять контроль за ходом выполнения мультимодальной перевозки на каждом плече. Гибкая система отчетов позволяет предоставлять максимум необходимой сводной информации для контролирующих лейс. Так, и наряду с учетом прохождения точек по маршруту и их контроля прохождения может стоять задача, ну, например, по контролю температурного режима на протяжении всей цепи поставок с помощью температурных датчиков с GSM-модулем и интеграцией системы ТМС. Получение информации о соблюдении температурного режима диспетчер может получать в специализированном рабочем месте спутникового мониторинга, пример которого выведен у вас сейчас на слайде. Также возможности данного рабочего места вы, как видите, мы можем получать текущее месторасположение контролируемых нами объектов, как транспортных средств, так и при использовании водителями мобильных клиентов. И предлагаю перейти к следующему варианту контроля исполнения рейсов, это непосредственно использование мобильного клиента. Для использования мобильного клиента партнер-переводчик должен обеспечить своих водителей, курьеров необходимым программным обеспечением от компании Axelot и установить его на мобильные телефоны. С помощью мобильного приложения водитель может самостоятельно выполнять отметки о всех этапах выполнения перевозки, нештатных ситуациях, также поддерживать связь и получать необходимые указания от диспетчера. И самое важное, что при использовании именно мобильного телефона, когда на протяжении всей цепи доставки по всем рейсам все перевозчики обладают данным программным обеспечением, исполнение рейса от водителя к водителю выполняется в автоматическом режиме с использованием мобильного клиента. то есть по завершению после того, как водитель сделал отметку о завершении своего рейса, только в этом случае становится доступен для исполнения рейс для следующего водителя, следующего по цепочке рейсов. Также хочу отметить, большим преимуществом является возможность роботизации процессов взаимодействия мобильного клиента и водителя в части автоматических напоминаний о необходимости выполнить отметки о начале маршрута, прибытии, завершении грузовых операций и завершении рейса в зависимости от места нахождения мобильного клиента. Так, коллеги, и сейчас я вам приведу на слайдах варианты визуального представления мобильного клиента, то, как оно выглядит в типовой конфигурации. То есть на данном слайде водителю доступен тот список рейсов, которые ему назначены были. Таким образом выглядит представление того, как водитель видит следующую точку по маршруту своего следования. Здесь вам представлен вариант того, как отображается маршрут исследования с использованием установленных и доступных геоинформационных сервисов, доступные либо Google карты, либо Яндекс карты. Таким образом, водитель может прокладывать маршрут до следующей точки. Простыми командами водитель может делать отметки как о прибытии, также о начале выполнения грузовых операций на точке. Таким образом, водителю представляется внешний вид информации о грузовом месте. Далее водитель выполняет команду, что выполнено. Также очень удобный механизм перетаскивание грузового места либо какого-то другого объекта в мобильном клиенте влево или вправо. То есть смахивание движения этого объекта вправо говорит нам об успешной некой операции, а перемещение этого же объекта влево говорит нам об отрицательном каком-то результате при выполнении данной задачи водителя. И переходим к следующему слайду. это учет расходов и доходов. В какой момент у нас возникает данная задача перед ответственными лицами. После того, как у нас завершено выполнение всех рейсов по всей цепочке, нам необходимо учесть как доходы, так и возможные расходы, если мы привлекаем внешние ресурсы для выполнения нашей перевозочной работы. Для этого ответственный сотрудник может воспользоваться рабочим местом управления расчетами с партнерами, которое сейчас у вас приведено на слайде. Это рабочее место может использоваться для контроля выполнения расчетов фактических доходов, фактических расходов, контроль выполнения выставления счетов, контроль за их оплатами и наличие просроченной дебюторской задолженности у ваших партнеров. Также хочу отметить, что наличие различных субподрядчиков в точках грузовых операций ставит задачи по необходимости учета стоимости их работ. Для этого система TMS Axelot X4 позволяет в настройках мультимодальной схемы указать партнеров и соглашения, в рамках которых происходит оказание услуг. Таким примером могут служить партнеры, например, оказывающие терминальную грузопереработку в аэропортах. И как мы можем автоматизировать процесс расчета стоимости перевозки как для заказчика, так и для получения стоимости оказанных услуг внешними партнерами. Для этого TMS Axelot X4 предоставляет пользователю широкий ряд инструментов для привязки тарификации к соглашениям с партнерами, а также возможность установки правил расчета тарифов с использованием механизма формул, тарифных сеток, оценочных шкал и целый ряд типов событий, которые как раз нам и позволяют автоматизировать расчет доходов и расходов в процессе выполнения всей мультимодальной перевозки. И на приведенном слайде вы видите как раз правила расчета. В верхней части мы можем с вами указывать необходимую формулу, используя для этого как показатели предустановлены некие функции, либо некие оценочные шкалы, либо на следующем слайде приведем пример настройки тарифной сетки, которая как раз может быть тоже использована в формулах для выполнения неких расчетов. Коллеги, на этом у меня презентация завершена. Спасибо за внимание. Уверена, что тема была интересна для вас и увидимся с вами на следующих вебинарах. Спасибо.